МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Но вы уже знаете, что каждый новый сезон мы начинаем с самых младших. Детсадовцы и начальная школа, к сожалению, нами еще пока не охвачены. Мы играем с пяти-шестиклассниками. Вот они у нас и сегодня красивые, юные, молодые, непосредственные и очень-очень умные и сообразительные. Играем с шестиклассниками. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ И сегодня я начну с другой стороны. Обычно я начинаю справа, сегодня я начинаю слева. Красная наша сторона студии, великолепная команда Алины Маленкович, которая уже в нашей стартовой юной серии одержала две блестящие победы, ну а во второй раз даже поделилась своими призами с соперником. Алина Маленкович, 27-я школа Гомеля, работает с ними Олег Валентинович Яценковский. АПЛОДИСМЕНТЫ И решили бросить вызов этим замечательным ребятам. Супер-монстрами вас называть не буду, чтобы не загордились. Решили бросить им вызов питомцы Юрия Рудинского. Это Жлобин, это 11-я школа. Это команда Киры Соловьевой. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, со всеми познакомились, все улыбаются, все полны надежд. И начинаем нашу третью игру стартовой серии. И обращаюсь уже, как положено, направо. Кира. Кира Соловьева, дорогая. Блеф-игра. Донетка. Кто? В нашей команде говорит «да нет» будет София. Хорошо. Только эти слова и больше никаких. Алина, кого отправляете в бой? У нас на блеф-игру идет Даша. Итак, София против Дарьи. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Пять очков стоит правильный ответ. Найхали. Верите ли вы, что город Гомель первый по величине в Беларуси? Нет. А какой по величине, не знаешь? Минск, наверное. Ну да, конечно. Минск первый, Гомель второй блестящий. Пять очков. Играем. Верите ли вы, что цветовая слепота, иначе называется дальтонизм? Фальстарт, фальстарт. Фальстарт у вас, Даша, за этим очень строго следит наш электронный судья. И у Софии появился маленький-маленький шанс сказать «да» или «нет». Да, это так. Да, это так. Ученый Дальтон именно это явление и открыл. Прекрасно. Играем. Даша, я верю в вас. Внимание. Верите ли вы, что тигры бывают мало того, что белыми, так еще и золотыми? Прошу вас, Даша. Да, верю. Верите? То есть белые тигры есть и золотые тигры есть? Ну, окрас. Да, есть такой окрас. Очень редкий, правда. Но есть. Браво, Даша. Отлично. Верите ли вы, что горы Гималайи каждый год подрастают на несколько сантиметров? София. Нет, не верю. Что же вы так не верите? Дело в том, что огромная литосферная плита с Индией давит, давит, давит на Евразию. Ну и горы, естественно, подрастают, как складка на скатерти с длинутой локтем. Вот теперь вы это знаете. Проложи. Верите ли вы, что русская народная мудрость называет свой ум царем в голове? Да, верю. Свой ум царь в голове. Это блестяще подтверждает наша София. Кстати, ее имя в переводе означает «мудрая» или «мудрость». Счет у нас 15-5 в пользу Жлобина. София, под аплодисменты зрителей вашей команды вы уходите к команде. Вперед! Итак, теперь я обращаюсь к капитанам. У нас дуэль-игра. И именно у капитанов сейчас главная роль. Именно они должны распределить, кто какую тему дуэль-игры готов на себя взять. Итак, Кира, внимание. Алина, внимание. Пять тем дуэль-игры. Первая – географическая. Покрутим глобус. Вторая – все краски мира. Третья – в гостях у сказки. А, вот тут же потянулись руки. Да я, да я. Четвертый бой – пословицы и поговорки. Пятый – эти забавные животные. Вперед! Потом я иду, потом череда же. Третья – это. Прекрасно управились. Очень быстро. У нас очень хорошие капитаны. Ну, сейчас, сейчас. Сейчас мы это проверим. Кира, кто готов крутить глобус? Крутить глобус будет Никита. Никита, хорошо. Алина, у вас? У нас на дуэль-игру пойдет Костя. Итак, Никита против Кости. Вперед! Итак, крутим глобус. Жлобин против Гомеля. Никита против Кости. Первый. Именно в этой стране находится озеро Байкал. Самое глубокое озеро мира. Прошу. Это Российская Федерация. Правильно сказал. Это Российская Федерация. Да. Играем. На этом материке нет ни рек, ни землетрясений. Антарктида. Конечно, Антарктида. Под таким ледяным щитом. Какие землетрясения? Играем. Атакама. Самая сухая пустыня в мире. Всего-навсего 50 миллиметров осадков в год. А находится она где? Да. В Африке. В Африке. Нет, Африка не может похвастаться настолько сухой пустыней. Прошу, точно отвечаем. Я так полагаю, в Мексике. В Мексике. Это Южная Америка, вот в пустынных там областях. Теперь вы знаете, где у нас находится Атакама. Продолжаем. Англичане называют его своим каналом. А французы просто рукав. Ну. Да. Ла-Манш. English Channel или Ла-Манш. Вот так они называют этот пролив между Европой и Великобританией или Англией. Так, Константин, я вас не узнаю. Играем. Этот материк расположен сразу во всех четырех полушариях. Там и Экватор, и Гринвич его пересекают. Ну. Африка. Африка, конечно. Вот теперь я вас узнал, Костя. 25.15. Отличная игра. Следующий бой играем. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, все краски мира. Кисточки и палитру кому даем? Кисточки и палитру даем мне. Хорошо. Сейчас потерпите. Выдам. Алина, у вас? У нас Егор. Итак, Кира против Егора. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Признаюсь, что хотя тема называется «Все краски мира», писал я немножко ее с прищуром, с улыбкой. Так что не обижайтесь. Играем. Этого цвета и мышь – символ прошлого года, и бык – символ нынешнего. Ну, намекаю, что и мышь, и бык были металлическими. Да. Металлик. Ну, металлик, он разный бывает. Какого цвета-то? Серого. Серый металлик – это не буду комментировать. Кира, ваш шанс. Цвет? Нет. Нет. А мышь-то она была белая, и бык будет белый металлический. Играем. Этот белорусский писатель известен рассказом «Настечка», которая проходит в шестом классе. Что ж за писатель такой с фамилией цветной? А вот Анжелика знает и пытается подсказать нельзя, нельзя у нас все честно. И есть такой белорусский письменник Кузьма Черный. Гуляем далее. Лилию именно этого цвета подарил Деве Марии Архангел. Лилию. Тут даже можно не… Белую. Белую, конечно, белая лилия, а не других цветов, впрочем-то, и не бывают особенно. Играем. Греки называли это море «Понт Эвксинский». А сейчас это просто какое море, какого цвета? Прошу. Черного. Черного, конечно, черное море. Отлично. Егор, Кира. Ну, я понимаю, что капитан капитаном, но играть-то нужно. Играем. До появления цветных телевизоров были телевизоры только такие. Чёрно-белая. Чёрно-белая, браво, Кира. Вот видите, напомнил, обратился. И вместо темы «Все краски мира» мы сыграли всего два цвета. Чёрный и белый. Как и наша жизнь. То чёрная полоса, то белая. 30-25. Егор, я мысленно вам аплодирую. Вы сократили разрыв до самого-самого минимума. А у нас следующий бой «В гостях у сказки». Вперёд! В гостях у сказки. Кира, дружок, мы начинаем нашу сказочную игру. Кто отправится в тридевятое царство? Ну, в сказках у нас неплохо разбирается София. София. Это второй и последний выход Софьи. Алиночка, кто у вас за волшебным клубочком пойдёт к стоечке? За волшебным клубочком пойду я. Прекрасно. Итак, София против Алины. Вперёд! В гостях у сказки. Он не мелочился. Попросил сразу и мёду, и сгущённого молока. А что вам намазать? Мёда или сгущённого молока? И того, и другого. И можно без хлеба. Ну, понятно. Ну, пошу. Винни-Пух. Винни-Пух, конечно. А я уж было собрался говорить, что губка-боб, квадратные штаны и гупи с пузыриками затмили у вас классику мультипликации. Вы сравняли счёт, Алина. Поздравляю. Продолжаем. Сказочные богатыри частенько обзывали их сердитых. Ах ты, волчья сыть, травяной мешок. Кому они так обращались? Ай-яй-яй-яй-яй. Едет богатырь на битву с идолищем, поганым или с кем-нибудь. Да? Может, это разбойники? Разбойники. Волчья сыть, травяной мешок. Неправильно. Алина, у вас три секунды. Три, две, одна. Ну, кто ж травой и питается у богатырей? Богатырского коня они так чистили. Играем. На постели 20 чификов и 20 пуховиков. А что под ними? Сказку вспомнили, да? Горошина. Горошина, принцесса на горошине. Замечательная сказка. Прекрасно. Он отправился искать свою невесту Людмилу, похищенную колдуном Черномором. Да? Руслан. Читали? Да. Блеск. Абонисменты, Алине. Абонисменты, София. Вы же сама воплощенная мудрость. Вперед. Последний. Несмотря на малый рост, он грозился скушать за ужином детушек более крупных зверей. Таракан. Какой? Усатый. Страшный и усатый таракан. Вы правы. Я вспоминаю Алину на предпоследней игре прошлого года. Она вышла в сборной тихая, испуганная. И смотрите, что произошло. Что наша игра делает с школьниками, делает с людьми. Раскованная, умная, смелая, многознающая. Вот так наша эрудит пятерка поднимает над собой и совершенствует наших школьников. Аплодисменты. Алине аплодисменты всем нам. Итак, как говорится, без труда не вынешь, Кирочка, и рыбку из пруда. Кто рыбка в вашей команде? Рыбка в нашей команде Артем. Подожди, Артем. Я понимаю, что ты сейчас сразу рвешься из пруда. Не стоит. Готовься они летом, а телегу зимой. Сейчас что у нас? Зима. У нас плавать в пословицах будет Анжелика. У Анжелика. Вперед, ребята. Хорошо. Ну что ж, пословицы. Я начинаю пословицу. Вы не забывайте про фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. Вы, естественно, ее продолжаете. Поехали. Тише едешь. Дальше будешь. Дальше будешь. Отлично. Любишь кататься. Анжелика? Любишь саночки возить. Да, любишь кататься, люби, катайся. Люби, саночка. Ведь вы правы. Продолжаем. У семей нянек дитя... О как. А вот это не знают. А сейчас мы подключаем нашу всезнающую студию. У семей нянек дитя... Несезнающие. Да, чем больше проверяющих, направляющих и так далее, воспитывающих, тем хуже идет процесс. Знаем по себе. Играем. Своя рубашка... Ну что, своя рубашка ближе... Ближе к телу. Вот такая эгоистическая пословица. Играем. Утро вечера. Анжелика? Мудренее. Да, трава, соломы, зеленее. Так заканчивается, на самом деле, эта пословица. И вот уже мудренее показывает себя команда Гомеля. 35-55. Играем. Следующий бой. Эти забавные животные у нас на очереди, к сожалению, про котиков, все, что мы узнали, мы уже все сыграли. Другие животные, кроме котиков. Кира, кто знает про все, кроме котиков? Про животных знает Лера. Лера, готовьтесь. Алина, там разные зверюшки, кроме котиков. Кроме котиков, разных зверюшек у нас знает Даша. Итак, хорошо. Даша, второй и последний ваш выход. Лера против Даши. Вперед! Ну, не буду пересчитывать. Точно знаю, что и у Леры, и у Даши, как и у любого человека, 7 шейных позвонков. А теперь вопрос. А сколько шейных позвонков у жирафа? Все логично. У человека 7. А у жирафа... И у мышки, кстати. Теперь вы это знаете. У них у всех тоже по 7 шейных позвонков. Вот такая биологическая информация. Пригодится вам. Играем. Это нить животного происхождения, самая-самая тонкая в природе. Кто же я такую выделываю, эту тоненькую-тоненькую, легкую нить? Самая тонкая, самая легкая. Это паутина. Играем. Есть такие птички-клисты. Вопрос. В какое время года они выводят своих птенцов? Ну, 4 варианта. Весна. Весна, понятно. Прошу вас, Даша. Осталось 3 времени года. Замелее. Осень. Осень. На самом деле, они зимой выводят своих птенцов, когда с кормом все нормально. Они питаются семенами хвойных пород. И хищники не очень-то бесчинствуют. Так, попробуем. Может быть, этот вопрос вы ответите. То ли птица экзотическая, то ли такой зеленый красивый фрукт вкусный. Слово одно. Опа. Уже не пробовали такой. Зелененький, мохнатенький. Ой, и птичка такая. Киви. Киви, браво. Браво, Лера. Ну и заканчиваем. Оказывается, эти корабли пустыни хранят в горбах не воду, а жир. Прошу. Герблюд. Ну вот видите, Лера поняла, что нужно все-таки отвечать, отвечать. Конечно, верблюд. Браво. 45-55. Второй Дашин выход был не очень-то удачным. Но мы продолжаем игру. У нас тест-игра. Вперед. Тема тест-игры «Школа». Что-то о школе, какие-то совершенно простые школьные вопросы. Да, вот Кира смотрит на меня и думает, пришли на игру, а попали в школу. Кто пойдет в школу, Кирочка? Школу у нас любит Никита. Никита, Никита, любите школу? Ну так. Честный человек. Алина. Школу люблю я. Никита против Алины. Вперед. Вот видите, как раскрываются люди на нашей игре. Никита, честный человек, сказал, что так, я люблю школу. А Алина не менее честно сказала, я люблю школу. И это правильный ответ. Играем. Итак, школа. Школа по-гречески означает. А. Учение. Б. Работа. С. Досуг. А. Б. С. С. Досуг. С. Досуг. Это правильный ответ. Отлично. Я хочу вас обрадовать, Никит, что вы сейчас 10 очков на счет своей команды записали. Играем. Алгебраическое уравнение второй степени. Уже испугались, да? Называется. А. Кубическим. Б. Квадратным. С. Треугольным. Прошу. Квадратным. Квадратное уравнение, конечно. С удивлением. Глядите на меня, Алина. Правда. Новички в старой русской школе приносили учителю из дома. А. Щи. Б. Кашу. И. С. Квас. Все логично. Ну, смелее. Алина. Кашу. Кашу. И вы знаете, может, вы скажете даже, какое слово пошло от этого. Не знаете? Вот всех соучеников стали называть... Однокашники. Однокашники. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Слово «статуя» правильно произносится с ударением. А. На первом слоге. Б. На втором слоге. С. На третьем слоге. Ну. Да. На первом слоге. А как правильно? Статуя. Статуя. Отлично, Алина. Классную урочную систему придумал. А. Педагог Ушинский в девятнадцатом веке. Б. Пестолоцци, великий итальянский просветитель, в восемнадцатом веке. И. С. Ян Амос Коминский в семнадцатом веке. Время. Мне кажется, А. А. Русский педагог Ушинский. Нет, он только ее совершенствовал. Остались два варианта. Либо Б. Пестолоцци, либо Ян Амос Коминский. Ну. Либо восемнадцатый век, либо семнадцатый. Смелее, Никита. С. С. Семнадцатый век. То есть вы считаете, что вот уроки и все остальное придумано. Да, ребятушки, вот по схеме семнадцатого века в наш просвещенный век мы, собственно, сейчас и учимся. Браво, Никита. Отличный ответ. 60-85. Впереди пока команда Гомеля. Но еще не вечер. Славь и игра. Вперед. Славь и игра. Любимые слайды игры среди наших эрудит пятерышников, получающих десятки, просто нет. У них перед игрой, насколько мне известно, даже до драки доходит, кто пойдет на картинки. Кира. Кто в этот раз победил в драке? В этот раз победила я. Хорошо. Ну, капитан, своим решением, что я пойду и все. Алиночка. У нас по традиции идет Костя. Хорошо. Итак, Кира против Кости. Вперед. Наша слайд-игра. Ничего сжать не нужно. Начинаем с выигрывающей стороны. Все просто. Картинка, буква. Нужно просто назвать, что изображено. Константин, начинаем с вас. Прошу вас. Нужно не имя назвать, просто назвать этого человека. Буква А. Не. Тяжело, да? Кира, может быть, у вас что-то получится? Нет. Нет. А вот заметьте, вот красивые такие, большие погоны, кортик, морской офицер. А как называют самых главных морских офицеров командующих? Вот Анжелика мне кричит, адмирал. Да, это адмирал, это адмирал Колчак, знаменитый, снявшийся, вернее, от адмирал Колчак, про которого снят фильм и сериал «Адмирал». Вот теперь вы знаете слово «адмирал». Кира, играем с вами. Не бойтесь обозвать этого молодого человека на букву «Б». Ну, не. Может, Костя ругнется? Ботаник. Ботаник, конечно, типичнейший. Ботан. Десять очков на подборе взял Костя. Вот видите, как воспитанность иногда мешает дать правильное... Ну, не смогла просто Кира сказать такое плохое слово прямо в эфире. Костя, играем с вами. Тишина, тишина, тишина. Как же называется это крайне опасное средство передвижения? Вантус. Вантус? Нет. Вантус – это вот для прокачки канализации. Хотя, что-то здравое у вас есть. Может, вы ответите? Ватрушка. А что на ней делают? Катаются. Откуда? С горки. А как нужно кататься? Сесть на нее и ехать. Понятно. Я думал, вы скажете «осторожно», но вот не дождался. Это именно ватрушка. Десять очков на подборе заработала Кира. Играем дальше. Галка. Вот именно Галка, не грач, не там, не… Да, именно Галка. Вот серебристость на голове – это Галка. Теперь вы Галку любую узнаете в лицо. Браво, Кира, 15 очков. Костя. Итак, город. Тишина. Тишина, я очень прошу, тишина. Дания может. Дания. Такие небоскребы в Дании просто они под землю. ушли. Прошу вас. Дубай. Дубай, прекрасно. Кира, прошу дальше. Тишина. Яралаш. Да, это одна из заставок Яралаша. Кино журнала прекрасная. Разыгралась, Кира. Костя, играем с вами. Журавлик. Именно журавлик. В другом варианте не принял бы. Вот такой оригами, на счастье, его складывают японцы маленькие. Отлично. Браво, Константин. 15 очков. Прошу вас, Кира. Забег. Да, причем забег на шпильках. Как трудно бежать. Девушкам 15 очков. Костя, играем с вами. Цветочек замечательный. Конфетки такие еще есть. Ириска. Да, ну, главные слова вы проговорили. Да, конфета ириска в честь, собственно, цветка ириса и была названа, потому что, собственно, на первых ирисках были именно ирисы изображены. Или ирисы. Хорошо, играем дальше. Кира. Коронавирус. Вот это? Он плохой? Да. В общем-то, да, не очень хороший. Вы правы. Отлично отыграли. Итак, 140 в пользу Жлобина, потому что 125 всего-навсего у команды Алины, у Гомельчан. Финальная игра. Риска, Вера, вперед. Риска, Игра, правильный ответ. Плюс 20 очков, неправильный минус 20. Молчишь, ноль, но с нулем не выигрывают. Итак, самый умный, самый сообразительный, самый-самый-самый-самый-самый игрок должен пойти сейчас в бой у команды Жлобина. Самый-самый-самый у нас Артем. Самый-самый-самый у нас Артем, сказала Кира. Проверим. Алина, кто самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый у вас? У нас Анжелика. Анжелика. Итак, Артем против Анжелики, вперед. Итак, Артем против Анжелики, вперед. Покрутим глобус. В озеро Байкал впадает более трехсот рек. А вытекает всего сколько? Боятся. И 20 очков на кону. А вытекает всего одна река Ангара. Теперь вы это знаете? Продолжаем. Все краски мира. Северные народы называют этого хищника умка. Умка. Что за хищник такой цветной? Медведь. Какой? Белый. Еще раз. Белый медведь. Белый медведь, конечно. И Анжелика белым медведем вместе с умкой выходит вперед на 5 очков. 145-140. Играем. В гостях у сказки. Экономисты называют эту книжку о Незнайке самым доступным учебником по рыночным отношениям. Что же за книжка про Незнайку? Где описан весь капитализм. И акции, и биржа, и финансовые пирамиды. Все, 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 все. И нечестная конкурентная борьба. Ну вот наши коротышки, земные, советские, попав на капиталистическую луну, очень и очень там проиграли прожженным капиталистам. Это книжка Незнайка на луне. Теперь вы это знаете, а лучше всего почитайте, очень всего много интересного узнаете. Пословицы. Итак, внимание. Слово не воробей. Вылетит не поймаешь. Вылетит не поймаешь. Ну и заканчиваем. Эти забавные животные. Ну вы знаете, что белорусы у нас живут в хатах. А вот эти зверьки живут почти как белорусы в хатках. Мы же тетерюки. Тетерюки? Нет, Анжела, вы просто разбивали кнопку. Давайте вместе нажмем. Нажмем с вами. Так, кнопочкой. Бобры. Бобры, это правильный ответ. Итак, в нашей стартовой серии, в нашей серии юных, непобедимой уходит команда 27-й школы. Ну а для команды 11-й Желубинской школы, для команды Киры Соловьева, это бесценный опыт. Нужно уметь выигрывать, нужно уметь проигрывать. Но при этом, вот как сейчас Кира, держать улыбку, держать хвост пистолетом и верить, верить, верить в себя. Смотрим. Пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА